Друзья, всем привет! С вами я, Софья Ская, и наша программа Actors Talk. После зимних каникул у нас сегодня первый эфир, и в гостях у меня ожидается Анна Касаткина, актриса театра и кино, участница постановок «Квартета И». И должна признаться, что одна из самых запоминающихся ролей Анна исполнила именно в кино «Квартета И» «День выборов», о чем говорят мужчины. Это одни из самых моих любимых картин, поэтому я очень рада, что она нашла время и присоединится сегодня к нам. Мы узнаем о том, как проходит период локдаун для Анны, какие сейчас ведутся работы и каково работать в новых условиях в театре, при том, что теперь все должны носить маски. Но, слава богу, театры заработали. Узнаем обо всем. Я вижу, что Анна уже к нам присоединилась. Мы добавляем. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. Добрый вечер, что у вас есть. Спасибо вам большое, что нашли время и присоединились к нам в «Актерсток». Я очень рада нашей встрече. Действительно, очень интересная встреча. Вы комедийная актриса, известная по таким известным картинам, которые в свое время просто потрясли нашу страну своим юмором. Расскажите немножечко... Про себя. В какой момент своей жизни с самого начала вы поняли, что актерская деятельность – это ваше призвание? Что в этом? Ну, во-первых, добрый вечер, Софья. Я вам очень признательна, что вы меня пригласили. Я даже была крайне удивлена. Я вообще так люблю давать интервью. Это, наверное, второе интервью в моей жизни. А с вами? Вот. Ну, а насчет того, как я там определилась с профессией. Ну, вообще, такая история, она как бы недолгая. Я занималась художественной гимнастикой. И вообще, теоретически, должна была, ну, там, пойти по этому пути 10 лет профессиональный спорт. Вау. Там, разряд КМС. Ну, это вообще отдельная история, когда вот человек занимается, любит это делать. Вот. Но, видимо, начиная с первого класса, а может быть, еще раньше, я просто помню, я очень любила танцевать. И мой дедушка по папиной линии, он брал, например, помните, раньше на колясках были такие пластмассовые погремушки, шарики. Да. А он мне из этого делал браслеты на руки и на ноги. И я там, видимо, насмотревшись передачу «Творчество народов мира», тогда это была интересная передача, я выходила, открывала занавески и танцевала какие-то там «Джимми-Джимми-Джимми». А в первом классе, ну, это, насколько я помню, у нас был детский спектакль. И, ну, какая-то сказка детская, я не помню, новогодняя, не новогодняя, и распределили роли, и мне, к сожалению или к счастью, досталась роль ежика. Был такой прям профессиональный костюм, колючки, но слов было очень много. Пых, 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 должна была сказать я. Да-да, я очень завидовала девочке, которая играла главную героиню, ходила с леечкой, поливала цветы, и, ну, в общем, для меня это, она была просто думала, почему меня не взяли на эту роль, я же тоже такая девочка, я бы справилась. Ну, сидя под елкой, я говорила пых, 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 так, видела, что... Ну, не знаю. А потом, может быть, в классе восьмом-девятом у меня была одноклассница, ее мама была актрисой нашего Владимирского областного драматического театра. То есть тогда под елкой отметили не девочку, поливающую цветы, а ежика, говорящего пых, 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 пых. Нет, это я себя отметила, так мне хотелось, чтобы меня отметили. Понравилось. Ну, я старалась, я во всяком случае очень старалась, и вот прям вот мне это очень понравилось. А когда я была в гостях у этой одноклассницы, я увидела портреты мамы, потрясающие портреты из спектаклей, такие красивые в квартире. И я подумала, господи, как я хочу, чтобы у меня такие же портреты висели вот из разных спектаклей. И совершенно неожиданно, это как мне кажется, в классе десятом я вдруг подумала, ну, а почему бы вот мне не поступить в театральный институт? И я начала писать письма. В те годы, это был 86-87 год, телефона у меня не было, и мы писали письма. Но не мы, а абитуриенты не из Москвы, а из других городов. И какое счастье было, когда мне приходило какое-то письмо со штампом, что это МХАТ или Щукинское училище. И там были просто правила приема. Ну, и я почему-то решила, что я сама подготовлюсь, что у меня прекрасный вкус, и я выберу какие-то там произведения, и с первого раза поступлю. Ну, конечно же, это не произошло. Вы абсолютно полагались на себя, на свое мнение, на свою уверенность или обсуждали этот момент с родителем? Нет, абсолютно. У меня родители не были связаны ни с театром, ни с кино. Просто мне в детстве, вот это я недавно стала вспоминать, мне всегда нравилось смешить всех. То есть я могла там какого-то квазимоду показывать, там, я не знаю, Бабу-Ягу, Циклопа. То есть у меня есть подружки, которые помнят, а помнишь? Они мне говорят, там, ты что-то такое делаешь. Я говорю, я это делала? Нет. Но вот как-то потом вот это вот желание, оно окрепло. Я в первый год, естественно, я не поступила. Я не знала тогда, что можно подавать документы во все... На тот момент было четыре театральных вуза, и я подавала только в Щукинское училище, так как и уже тогда, и до сих пор оно пользовалось такой популярностью, своими традициями, педагогами. Но я не поступила. Мне сказали... Я не помню, что я читала, это был какой-то безвкусный выбор, потому что я сама, я не понимала, что нужно, чему я соответствую. Когда десятка, значит, прошла, прочитала все, сказали, всем спасибо, останется Касаткина. Я подумала, что меня приняли уже, что я все, я уже поступила. А они сказали, девушка, попробуйте поступать в Центральный детский театр. Вы знаете, где он находится? Да, сказала я. Ну, естественно, я не знала тогда, где он находится, и я не стала туда поступать. Я уехала опять во Владимир и проработала два года во Владимирском театре костюмером-одевальщицей, что дало мне огромный-огромный опыт. Я уже тогда стала понимать, разбираться. Екатерина, вы сами родились во городе Владимир и в 10-м классе поехали самостоятельно в Москву поступать в Шипинское училище. Потрясающе. На самом деле, это уже говорит о многом, это и характер, и желание, и, в принципе, уже понятно, что было неизбежно дальнейшее поступание. Это очень круто. Что бы вы могли посоветовать ребятам, которые также точно мечтают и не могут определиться с выбором? Я уже поняла, что действительно нужно подавать сразу везде и четко готовить материал, то есть подобрать материал. Ну, обязательно. Я считаю, что есть какие-то самородки, действительно, которые могут подготовить материал и прийти на отборочные туры и произвести впечатление на комиссию. Ну, я считаю, что, во-первых, должен быть или какой-то педагог, или человек, который тебе посоветует с выбором материала. Потом нужно, конечно, раскрепоститься. Но я была жутко стеснительная. То есть в какой-то момент, если мне что-то говорили, я могла что-то сделать такое. Мне даже говорили, когда я в ГИТИС, там, на второй год поступала, они мне говорили, она не наглая. Ну, я совершенно не наглая, но, видимо, от зажима я делала что-то такое, что им казалось, что, ну, производило такое впечатление. Ну, а что советовать? Если тебе здесь подсказывает сердце, если это твое, то, конечно, нужно идти добиваться, несмотря ни на что. Хотя, вот, последнее, ну, не последнее время, говорят, что, вот, когда ты становишься взрослым, слишком взрослым, нужно вспомнить, что тебе в детстве больше всего нравилось. Вот, нужно этим и заниматься. Совершенно верно. Так интересно. Даже напоминает мою историю. Также в первом классе, будучи балериной, выходила танцевать, радовала своих. Вот, значит, хотелось быть балериной, да? Практически, хотелось как раз, мне нравилось выступать, мне нравилась реакция моих родных, вот, буквально, как вот вы рассказываете, меня там оставили, я танцевала, и, действительно, не в первом, а во втором классе у нас ставили спектакль «Русалочка», но я в третьем классе, мне было 9 лет, и я в то время поступила в Вагановское училище, училась в готовительной в Санкт-Петербурге, и пришли к нам выбирать актеров, и выбрали меня на роль русалочки, и мама запретила мне. Я помню мое первое впечатление, что я не хотела танцевать, но мне очень хотелось играть в спектакле, и, действительно, меня все-таки вернула эта история, так же, как и вас. Да, действительно, это очень важный момент. Расскажите, вы вернулись во Владимира, два года проработали там, все равно в театральной стезе. Что это вам дало? Мне много дало. Я работала, я, во-первых, когда эта смешная история была, я приехала, не приехала, мама моей подруги сказала, Аня, есть прекрасное место в театре, нужно встретиться с директором. Я пришла, значит, сидела такая женщина с огромной такой прической в очках и сказала, а принимают меня на должность костюмера-одевальщица. Она сказала, ну вы понимаете, какая это ответственная работа? Вы должны знать текст всех, все роли, все тексты. В общем, она меня погрузила, я испугалась, учила сначала какие-то тексты, но мне это совершенно было не нужно, мне нужно было гладить костюмы, разносить их актерам, ну и там в определенный момент выходить и переодевать. Но в то время во Владимирском театре очень было много выпускников МХАТа, тоже Щукинского училища, то есть это были такие, ну, артисты сильные, и на самом деле и спектакли были очень интересные. И вы всегда смотрели тайком за кулисами, представляли себе, что не обиделось? Нет, ну мне, конечно, хотелось быть на сцене и там в какой-нибудь, не знаю, роли, но мне доставались роли, во-первых, была массовка, и когда там провинциальных театров не хватает, естественно, берут монтировочный цех, костюмер. Я ходила в каком-то кокошнике, махала платочком, там еще что-то в сказке, или там Хэлло Доли было, я танцевала, но там был уже, там был костюм, там была шляпка, такой жакет, юбка, но это, я думала, что меня там в 25-м ряду на лестнице обязательно заметят, потому что я так играла. Нет, это, безусловно, опыт, это общение тоже и с артистами, и это... Ну и погружение полностью театральное. И потом все-таки вы сказали себе, ну нет, ничем я не отличаюсь от этих всех Владимирских, МХАТовских, почему не попробовать еще раз? Так? Да, нет, ну я просто как-то меня это задело, что я с первого раза не поступила, потом до меня дошло, что нужно заниматься. Я приехала в Москву, ну это уже на третий, я на третий год поступила, приехала и нашла педагога, очень замечательная. Она уже подобрала материал, я помню, занятия тогда стоили 15 рублей, то есть я ездила в какой-то Свиблово, нас было много, человек 15, но она давала такие азы. Она видела, ну как бы, как это называется, твою фактуру, да, фактуру, и она понимала, что там, допустим, мне не нужно читать, не знаю, там, Клеопатру, да, а мне нужно что-то такое более, там, ну, другое, более смешное, не знаю, комедийное. Вот я считаю, что она мне очень помогла, но, собственно говоря, я все равно слетела и слетала там с каких-то туров, и вот последнее, то, что у меня осталось, это был эстрадный факультет, и я пошла туда. Вы непростой путь, вот действительно непростой, приходилось и вот идти, доказывать, действительно искать свои типажи, и тем не менее, вы нашли себя в жанре, который, на мой взгляд, является самым сложным, и не только в театре, но и в кино. Вот хочется перескочить уже более на сегодняшний день, и на те работы, и на замечательный театральный, театральную группу «Квартет И», я знаю, что вы учились, насколько я правильно понимаю, вместе. Да, это мои однопосники, это мои однопосники учились. Когда попадаешь в такую атмосферу, где ребята не только хотят и видят себя где-то в конце звездами, а действительно получают удовольствие от самого процесса работы, от самой деятельности, там и рождаются действительно невероятные шедевральные работы. Это самое главное, вот получать удовольствие от процесса, то есть не там смотреть, что получится, а вот когда ты вот здесь сейчас что-то делаешь, обязательно что-то, наверное, происходит потом. Вот, и вы попали на этот факультет. Расскажите, как вы нашлись там, и как вы наблюдали за деятельностью «Квартета И», и как в дальнейшем происходило это движение, эта работа? Я знаю, что сейчас активно проходят спектакли, 30-го числа можно посмотреть вас в спектакле «День радио». 31-го. К сожалению, я нахожу... 31-го, прошу, прошу. Вот, жалко, я нахожусь в Санкт-Петербурге, хотелось бы посмотреть, друзья, кто наблюдает, обязательно. Приезжайте в следующий раз, обязательно приглашу. Все, теперь слежу, зная о том, что деятельность сейчас активизировалась, это очень хорошая новость. Да, сейчас уже, кстати, разрешили 50% в театре, не 25%, а 50%. Вот это тоже большая новость, об этом тоже хотелось бы говорить, о том, как прошел локдаун для вас. Но начнем все-таки с «Квартета И» и «ГИТИСа». Расскажите, как было наблюдать, как студенты, которые только пробуют, растут на ваших глазах и творят такие интересные вещи? Ну, сначала, смотри, мы были обычными студентами, да, то есть кто-то конкретно поступал на этот факультет, кто-то не поступил, но пришел, поступил именно на эстраду. Нам повезло, у нас был прекрасный мастер, который закончил школу студии МХАТ, Владимир Сергеевич Коровин. И мы, на мой взгляд, очень отличались от других курсов, потому что он немного, вот какая-то была другая школа, более такая театральная, не эстрадная, и не всегда нравились наши работы педагогам. Но ребята, видимо, вот как-то, ну, случилось так, что они нашли друг друга, Александр Демидов, Леша Борат, Слава Хаид, Сережа Петрейков, Камиль Ларин. Как-то вот к концу окончания института уже, да, какое-то, да, обучение, да, сложилось какая-то вот такая вот некая. Нас, на самом деле, было, по-моему, или 14, или 15 человек, то есть не все попали. И ребята задумали, вот, остаться вместе после окончания учебы. На тот момент в Москве очень гремел театр «Ученая обезьяна» с Эдуардом Радзюкевичем, Александром Жигалкиным, Дмитрием Марьяновым, то есть мы бегали на их спектакли, мы смотрели. То есть они как бы или решили, или их мастер оставил, они были уже вот каким-то театром. И «Квартет И» был, ну, не соперником на то время, но не конкурентом, но уже начиналось вот это вот, сложилось. Помнили, что можно сделать что-то свое и не зависеть от кого. Да, мы играли дипломный спектакль, назывался он «Это только штампы», и так получилось в учебном театре ГИТИСа, и вот очень много было, ну, желающих приходили, смотрели. То есть вот «Ученая обезьяна» и «Квартет И» вот это были, наверное, по театре ГИТИСа. И сами собирались, сами писали. Ну, вот тогда они еще не сами писали, потому что это только штампы, это было основано на наших студенческих этюдах. А писать ребята начали чуть позднее, потом там вышли несколько спектаклей «Ля комедия» или «Ля комедия», ну, короткое название, два. Ну, «День радио» был гораздо позже. Вот, и поэтому игрались вот эти спектакли, была определенная публика, которая приходила, очень все это нравилось, все это игралось вот в учебном театре. Здорово. Скажите, а вот помимо «Квартета И», я знаю, что вы также активно работали в Ленком, про опыт этот и, конечно же, про то, что все-таки больше вам, что вам все-таки ближе, театр или кино? И в какой момент после обучения, после участия с друзьями, которые создали «Квартет И» в их спектаклях, их постановках и переход в работе с Ленком, когда появилось кино в вашей жизни? Ой, кино, на самом деле, в смысле, появилось у меня в тот момент, вернее, оно закончилось в тот момент, когда мне хотелось, чтобы оно появилось. Мы закончили в 93-м году институт, и уже вот как раз киноиндустрия что-то там вот это вот с развалом страны происходило, но практически не снимали. Но до этого, будучи студентами, мы бегали на киностудии Мосфильма Горького, там стучались, там, дяденька, вам не нужны студенты, вот все, что угодно. То есть это вот действительно было так. Эти многие занимались, вот, чтобы на тебя обратили внимание, потом уже были актерские базы, когда ты делал фотосессию, приходили ассистенты, смотрели, отбирали, выбирали. Не могу без грусти слышать это, ведь действительно, Екатерина, скажите, как вы относитесь к этому подходу? Почему? У меня довольно много интервью с известными, с великими талантливыми актерами. И буквально каждый человек рассказывает, что добился успеха стучась во двери, ведь это же не совсем правильно, помимо того, что мы проходим действительно адский труд обучения, да, психологические проходим и обучаемся. Как же так, почему мы, будучи уже профессионалами, закончившими эти училища, которые известны на весь мир, понятно, и Станиславским, и Чеховым, и всем остальным, как же так получается, что между окончанием училища и действительной работой в кино, не в театре, а именно в кино, получается такая пропасть? И что вы думаете по этому поводу, как можно было бы это изменить? Такой, я бы сказала, сложный вопрос. Смотрите, у меня на самом деле был очень огромный перерыв, и я вам рассказываю о том периоде, да, когда вот было это так. То есть мы ждали, мы отдавали фотографии в актерскую базу, тебе звонили, ты приходил на пробы, обязательно был режиссер, обязательно был партнер, он какую-то сцену-то играл, и он смотрел на тебя, мог просто смотреть, мог какие-то вопросы задать. Но это круто было. Сейчас я вообще не понимаю, что происходит, вот если честно, я просто пропустила, я не знаю, может быть, я не догоняю чего-то, или я не успела перестроиться. Я не понимаю вот эти вот все самопробы, сама с собой, когда нет никого, или кто-то тебе там текст откуда-то кидает, ты пытаешься это сделать, и... Не знаю, поэтому... Мы на перепятии, действительно, проучившись 9 лет в Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе, наблюдая за системой, построенной там. Я думаю, что у вас совершенно другой опыт, ну, я имею в виду там, то есть вы можете сравнивать, что здесь, и, наверное, разница все-таки есть, да, ведь недаром, когда приезжали там и педагоги, вот американский был обмен, в основном в МХАТ школу-студии ездили, то есть есть разница? Конечно. В США есть заинтересованные лица, чтобы именно вы оказались в проекте. Есть единая база, в которой по типажам распределены актеры абсолютно все. Это союз актерской гильдии. Режиссеры выкидывают объявления о том, что они ищут такой-то типаж. Все агенты читают это, и из своих баз предоставляют им, собственно, фотографии тех, кого они представляют. После этого режиссеры говорят, хочу ее посмотреть обязательно. Ваш менеджер организовывает это, вы отправляетесь на пробу. Вот так это работает. Конечно, создав... Да, простите, вот по поводу агентов. Вот этот вот у меня период прошел, когда, то есть это было так. Потом я, ну, вернее, не поняла, а случилось так, что существуют агенты, то есть они стали появляться. Так их же не найдешь нигде. То есть найти контакт какого-то агента, который может тебе еще отказать и сказать, там, я не знаю, там, в силу вашего возраста, в силу того, что вы мало снимались, то есть тебя не возьмут в эту, ну, как бы базу. И вот что делать, как бы, актерам, которые могут что-то предложить, но их просто не знают и их просто не возьмут. Вот это мне как раз тоже очень волнует вопрос. И вот сейчас, благодаря, я попала в агентство, благодаря своей старшей дочери, Jam Production, Гордоне Милевич, я хочу ей тоже сказать огромное спасибо. Либо, ну, хотя бы я сейчас понимаю, как это и что сейчас происходит. То, что в основном, как я понимаю, действительно зовут по связям, по знакомствам, по какой-то приятности, по моде даже, да, кто популярный, кто не популярный. Нет, ну, конечно, ну, фильм собирает кассу, конечно, когда зритель же идет на более известного актера. Хотя есть много фильмов, но, может быть, они не делают кассу, там, где открываются, и очень интересно иногда видеть кого-то. Там какое-то новое лицо, талантливое. Ну, вот действительно, мечта и деятельность компании, которую я создала после приезда из США, это создать, попробовать создать эту единую базу, где действительно актеры талантливые со своим кейсом могут размещать свои портфолио. И действительно продвигать их не только в российских картинах, но и в европейских. Сейчас в России очень сильно поднялась, нами интересуются, наших актеров приглашают. Я вам желаю успеха, чтобы вы открыли новые лица, новые талантливые. Обязательно. И, конечно, вот самопроба, вы сказали, что есть такое непонимание для чего и как, но, с другой стороны, вот эта возможность записывать самого себя и отправлять, она дает возможность открывать двери нам на более широкую аудиторию, да, попадать в более массовые проекты. Как часто к вам приходят пробы? Как часто вы участвуете в самопробах и снимаетесь в кино? Поговорим немножко о кино, о вашей деятельности. В нем я вас сбила своим. Да, нет, возможно, я вас сбила. Но, к сожалению, у меня не так много было работ. Вот то, что вы говорили, это День радио, фильм, о чем говорят мужчины, там, Метод Фрейда, Маргарита Назарова, ну, еще какие-то работы. Вот, к сожалению, их немного. Но, возможно, вот я виновата и сама как раз в том моменте, когда я сидела и ничего, ну, как бы не предпринимала. Екатерина, у вас можно понять, ваши роли, то, как вы сыграли, они действительно выстрелят в запоминающейся героине, этот подобранный характер. И, безусловно, в нормальной среде вас должны были начать приглашать каждый день на картины. Поэтому абсолютно простите на то, что вы, возможно, просто ожидали этот эффект. Для меня удивительно, честное слово, что вас так мало видно. Вот, и надеюсь, что это очень скоро исправится. Понравилось ли вам работать в кино? И в чем для вас разница между театром и кино? Мне очень понравилось сниматься. Разница, конечно, есть. Но, мне кажется, любой актер скажет, что есть разница между театром и кино. Но в театре это вот, опять же, здесь, сейчас, то есть ты можешь что-то пройти какое-то время, какое-то время, и ты набираешь, ты можешь сначала хуже играть, потом... Мне как раз очень часто вот ребята говорят там, Аня, ты сначала вот как-то не очень, а потом проходит время, я, видимо, или там вживаюсь, или что-то происходит, ну, лучшее. А в кино, мне кажется, там вот и режиссер, ну, в театре тоже и режиссер направляют, но в кино как-то вот, мне кажется, это более объемно, когда вот тебе говорят. Вот помните, по-моему, раньше говорили, вернее, не раньше говорили, а вот старые фильмы, когда наших звезд снимали, и им просто говорили, поверни голову налево, посмотри сюда, там моргни, и все. То есть ей как бы играть не нужно было, то есть вот так вот создавалось, а потом зритель смотрит и думает, вау, она там так сыграла, у нее там все в глазах. Но кино, но кино, мне кажется, интереснее, потому что там что-то такое все, ну, долго, долго, перерывы какие-то. Я обычно не читаю комментарии, мне написали, Анна, 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 не Екатерина, я что, называла вас неправильно? Я хотела поправить, ничего страшного, Софья. Господи, как это так? Я очень прошу прощения. Ничего страшного абсолютно, все нормально. Все, Анна, спасибо большое. Анна, я сама не запоминаю имена. Здрасте, здрасте, как вас зовут, Софья? Я не то, что не запоминаю, я все, для меня почему-то действительно неважно, пропустим, конечно же, Анна, прошу прощения. Да нормально, Софья, я не очень страшна. Я увлечена беседой, чем именем. Нет, я хотела в какой-то момент поправить, потом думаю, ну, а тут вот опередили. Да, действительно, на площадке совершенно другая атмосфера, и действительно нет возможности, да, то есть есть возможность сыграть второй и третий дубль. И то, что вы говорите о том, что в театре идет на рост, как раз в кино, наверное, это то, что подходит. Ну да, там, если вот ты не сыграешь сейчас, да, там вот как вы говорите, второй, третий или восьмидесятый дубль, но вот там очень короткое время, то есть тебе нужно или что-то там сделать по-другому, или... А в театре есть время, ты можешь читать текст, внедряться. Я знаю, что вы мама двух прекрасных девушек. Расскажите немножечко про этот период вашей жизни, и желали ли бы вы, чтобы ваши дети также были связаны с актерским искусством? Ну, девочки у меня, да, замечательно. Старшей дочери Лизе 26 лет. Она училась и в нашей школе театральной в ГИТИСе. Пошла по стопам. Несколько лет. Она сама как-то это тоже определила для себя, и поступала совершенно, ну, инкогнито, вернее, не инкогнито, то есть никто не звонил, никто, ну, это даже как бы и не подразумевалось. Но когда она пришла, там был наш педагог, ректор, Анна Федорова, она сказала, о, на Баратце похоже. Ты, ты, она? Она сказала, да. Вот. Потом она училась в Лондоне. Она выбрала... В ГИТИСе такой был факультет арт. Я ездила к ней на спектакли. Вот как раз мне тогда было очень интересно увидеть что-то такое, ну, другое, необычное. У нее был педагог-китаец. Я, к сожалению, имя его и не выговорю, и не помню. Но у нее был, значит, Чехов, такая сборная. Ну, они очень любят Чехова. И Вишневый сад, там, и еще какие-то отрывки. И мне очень понравилось. Вот у них тоже такой подход, казалось бы, это не театральная, вот прям по-настоящему школа, да, это просто факультет. Костюмы, чистота, то есть костюмчики по времени, все. Ну, вот какое-то было необычное. То есть вот он из них, ну, в смысле из студентов, достал то, что можно. Хотя там такая интернациональная была компания, а младшая дочь Ева, она сейчас в 11 классе учится, пишет музыку, хочет пойти, ну, не по нашим стопам, а связать себя с музыкой. Но, тем не менее, рассматривается, как ни странно, тот же самый эстрадный факультет, потому что там хороший вокал, это, может быть, будет Муз-театр, может быть, Гнесенка. То есть я не против, ну, как я могу запрещать детям, как вообще мы, родители, можем запрещать детям. То есть, ну, вот опять, куда тебя позовет, куда тебя... Тем более девочки в творчестве, тем более девочки в творчестве всегда красиво. И уверенность в себе и ощущение своей красоты, это очень-очень важно. Действительно, это здорово. Я бы хотела, чтобы мой ребенок так же пошел по творческим стопам, потому что это, по крайней мере, понятно. Расскажите, пожалуйста, про роль своей мечты в кино. Вот вы наверняка смотрите много картины, то, что происходит. Да, я кино очень люблю, я смотрю, и, ну, к сожалению, я, может быть, забываю уже быстро что-то. Но, кстати, вот про фильмы. У меня последнее произвело большое впечатление. Это «Пожарный фильм», хотя он там 2010 года. Потом «Капернаум». Сейчас я даже скажу, это Надин Лобаки, режиссер, потому что не запомнила. И последний фильм я смотрела в кинотеатре, это «Скандинавский» еще по одной. Тоже очень большое впечатление произвел фильм. Вы знаете, ну, я вот как-то так вот не мечтаю вот прям вот о какой-то конкретной роли. Но мне бы хотелось что-то такое. Ну, это как обычно, знаете, вот комедийные актрисы. Вот им или очень смешное что-то, или очень трагическое, чтобы поплакать. Вот что-то такое. Мне очень нравится... Ой, нормально вылетел из головы. Сейчас французская актриса не забыла, Джанни. Сейчас, простите. И, кстати, хорошо, вот что вы заговорили об иностранных фильмах. Какое у вас больше предпочтение? Вы смотрите больше наши российские картины? Или любите все-таки европейские или американские? Я очень люблю европейское кино. Но нет, наверное, все-таки европейское, и Италия, и Франция. Кстати, вот совершенно недавно старшая дочка посоветовала посмотреть фильм «Один плюс одна». Не «Один плюс один», а «Один плюс одна». Ну и знаменитого режиссера, естественно, Плода Лелуша. Такие вкусные моменты. Я не знаю, может быть, это сейчас откликается, там, ну, как-то с моим, там, я не знаю, жизненным опытом. Да, периодом. Но мне какие-то очень вкусные вещи. Такое ощущение, что они не играют. Такое ощущение, что я вот прямо среди них нахожусь. И вот эти вот отношения. Ну, он мастер, конечно, в этом плане, да, отношения мужчины-женщины. Да, такой честный разговор идет. Мужчина говорит женщине то, что он думает, там, она ему говорит то, что он думает. Ну, прекрасный фильм. Да, европейское кино, наверное. Ну, наши фильмы я тоже смотрю. Вот «Псих» посмотрела недавно. Ну, как вам сказать, вот мне было интересно посмотреть на Константина Богомолова, то есть мои внутренние ожидания, они оправдались. То есть вот я не разочаровалась. Ну, у меня такая привычка, я всегда в целом, ну, вот воспринимаю, да, вот что-то там, ну, не знаю, балет, спектакль, кино в целом. Вот когда все какие-то частички у меня складываются, у меня все мне нравится, музыка, игра актеров, там еще что-то. Ну, наверное, в «Психе» мне не все понравилось, то есть какими-то отдельными моментами. Да, если выключает, то уже, да, на одной волне, когда смотришь картину, погружаешься в нее целиком и полностью. Вы рассказали, что у вас свой особый сейчас… Ой, прощай, очень интересный диалог, спасибо. Спасибо большое. Хорошо, что у вас особый период в жизни. На самом деле, я думаю, что у всех сейчас особый период в жизни, потому что мы пережили действительно стресс. Как ни крути был период времени, когда каждый просыпался, где-то в подсознании понимал, что этот день может быть чуть ли не последний или тот самый роковой. Расскажите про период локдаун и когда совсем все было закрыто. Чем вы занимались? Как это раскрыло вас по нам? Потому что я знаю, что творческих людей действительно этот период поменял, расставил акценты на другие места, как-то кого-то успокоил, кого-то очень наоборот испугал. Как прошел он для вас? Ну, вы знаете, мне кажется, он во мне ничего не поменял, конечно. Сначала я это воспринимала так достаточно легкомысленно, я бы сказала. Ну, как, ну, вот кто-то там что-то, да. Не то, что я не верила, но вот так легкомысленно. Потому что это не касалось ни близких, ни знакомых. Я танцевала, там, я не знаю, дома. Я очень люблю иногда, я могу там в каких-нибудь спортивных штанах, в шапочке, сигареты, вот вдруг врубается музыка, я ее первый раз слышу, я начинаю танцевать, там, вот, надо записать. У меня есть такие видео. Обязательно записывать и выкладывать в Инстаграм. Анна, нам вас не хватает, нужно обязательно показывать свои таланты, на вас смотреться очень приятно. Да, спасибо. Нет, теперь все, Софья, теперь буду все выкладывать. Я иногда очень, ну, не то чтобы стесняясь, я думаю, ну, кому это, ну, зачем мы тут, кому это смотреть, да, ну, думаю, может, неинтересно. Вот сейчас, благодаря вам, я понимаю, вот кому-то интересно, я очень рада и благодарна. И вам в том числе, что действительно, ну, значит, кому-то что-то можешь сказать, поделиться чем-то. Кто, как не актеры, должны что-то, в общем-то, показывать. Мы для этого и существуем, чтобы радовать, изображать своей сумасшедшей энергетикой. И, безусловно, нет ничего круче, чем раскрытие, да, быть самим собой и тащиться от этого. И другим, собственно, в пример, зачем мы такие зажатые ходим, все в кого-то пытаемся из себя изображать, когда можно расслабиться. Да, играть или там, я вот, кстати, очень не люблю, есть такие, знаете, актер-актерычи, которые и в жизни играют, вернее, и в театре играют, и в жизни продолжают играть. Мне всегда хуже, ну, зачем вот ты играешь? Расслабься немножко. Я, кстати, сегодня, ну, не знаю опять, может быть, благодаря вам, посмотрела интервью Юрия Дудя с Моргенштерном. Я просто слышала об этом молодом человеке, ну, мне было очень интересно. И я посмотрела. Да, мне было очень интересно. Вот опять же, это вот из той серии, что это что-то новое, что-то это. Вот если откинуть все его слова не русского языка, вернее, русского языка, но в большом количестве, а через полчаса я уже все это воспринимала нормально, то есть мне показалось, что это вообще такое, ну, вот, интересное явление, какой-то и добрый мальчик с серьезными глазами. Ну, вот я, к сожалению, еще с творчеством его не познакомилась. Просто вот было интересное интервью, как он рассказывает, как он достиг. Обязательно тоже посмотрел. Да, советую, советую, ну, просто вот как что-то такое новое. А по поводу карантина, ну, наверное, то же самое, как у всех было. Стало чуть больше читать, чуть больше смотреть. Ну, какие-то такие проявления. Иногда есть какие-то идеи. Вдруг ночью в три или четыре часа, когда, говорят, мозг начинает работать гораздо лучше, вдруг у меня вообще есть идеи, там, нескольких короткометражек, ну, то есть вот я со своей подругой, да, не буду сейчас их рассказывать, но пока это все встать, я думаю, может быть, когда-нибудь что-нибудь сделаем. Не может быть когда-нибудь, а срочно, причем вполне можно использовать компанию Real Art Studios. Ну, нужны люди, да, нужны люди, которые я не умею, как бы, вот, организовать. То есть идеи есть, а все остальное надо, чтобы кто-то... А все остальное мы вам предоставим, и для этого здесь и существуем еще талантливых людей, которые действительно не заседают где-то за мешком, а все-таки хотят творить. Хорошо, ну, пусть нет такой суперорганизации, как там на Западе, но мы понимаем сейчас, я уже для себя понимаю прекрасно, что здесь самим нужно двигаться, и, наверное, в этом нет ничего такого страшного, что, может быть, действительно, пусть это будет, как у нас называется, independent movie, да, пусть это будет любительское кино, но таким образом мы не будем засыхать, не будем чувствовать свою ненужность или заброшенность, потому что актер, конечно, всегда должен быть в действии. А вы считаете, что сейчас, простите, вот, ну, как бы, здесь у нас ненужность и заброшенность? Нет, я так не скажу, но я часто слышу о том, что неизвестность существует. Есть актер, профессионал с хорошим кейсом, действующий актер, но по каким-то причинам выходят картины, а его даже не звали на пробы. То есть она прошла мимо. Никто даже не знал, что эту картину собирались снимать. И, конечно, для нас, мне кажется, для актеров важно хотя бы быть вот в круговороте этого процесса, знать, что проходят кастинги, знать, что проходят картины и быть задействованным. Ведь, закончив училище, у нас нету дальше возможности, вот только сейчас мы начинаем открывать школы, студии, в которых можно приходить, брать материал, читать. Ну, они лет 10 назад открылись эти школы, то есть вот вы мне сейчас тоже открываете, что если даже сейчас эта проблема существует. То есть в мое время было много актеров, там же были показы в театре, да, вот мы шли все показывались в театр, но мы, кстати, как раз наш курс не показывался, и кого-то брали, там два, одного человека, а потом очень много, вот именно в то время, ну, я говорю, вот именно после 93-го года и меняли профессию, и сейчас, кстати, они там или психологи, или там, я не знаю, недвижимостью занимаются, да, вот это вот жалко, что вот... И раньше была какая-то тусовка, вот я помню, я, допустим, приходила на какой-то спектакль, и я там, ой, привет, привет, это там параллельный курс там из другого института, то есть ты знал. Я не знаю, как сейчас это происходит, то есть знают ли там, ходят ли так же, как мы ходили, вот мы на любую премьеру там пробирались, сидели на полу в блинкоме, там, я помню, упоминальную молитву, нас там гоняли эти бабушки-билетерши, но нам вот надо было это все, я, к сожалению, не знаю, как это сейчас. Есть театральные вузы, насколько действительно их много, но они все направлены на театрализованность, на изображение животных больше, и когда я вернулась из США, мое первое желание было так, как я проучилась там в 4 года и в UCLA, затем двухлетнюю прошла программу в студии Джоан Берн по системе Майзнера, там не останавливается обучение, оно не останавливается, ты приходишь, ты берешь материал, читаешь, есть курсы по прохождению кастинга, это то, что мы сейчас открываем, и по сути любого уровня актер всегда может пробовать себя в разных жанрах, с разными материалами и так далее. И для нас, и здесь, когда я вернулась, у меня было желание найти такое место или преподавателя, с которым я просто буду как инструмент себя раскачивать. Я столкнулась с трудностью, не нашла такой вуз, или это для начинающих кого-то, но не для уже действующих актеров, которые могут действительно брать материал, писать там визитки и так далее. И сейчас, насколько я знаю, этого все больше и больше, и мы также занимаемся этим. И почему я говорю именно о том, что вот этот круговорот, вот если бы нам всем, грубо говоря, как бы по СМС приходило, что сейчас проходит кастинг на фильме «Мир», посылайте там свое, у нас у всех было бы почва и желание писать эти действительно самопробы, звать своих друзей, актеров, с ними работать, что-то придумывать. Оттуда же из этих творческих союзов могли бы рождаться спектакль. Вы как бы вот хотите объединить, и вот это вот, что... Но опять же говорю, я не знаю про молодое поколение совсем, вот то, что вот некоторые там наши, ну, остались, вернее, ну, не попали в эту обойму, к сожалению, сидят без работы, хотя они там и хотят, и есть талантливые очень. Конечно. Да, да, это... Конечно, необходимо всем воплотиться с... Объединиться. И творить, и творить, конечно. К сожалению, наш эфир уже подходит к концу. Вот абсолютно так быстро. Да, быстро проходит время, невероятно. Мне хотелось бы по традиции спросить у вас три совета для начинающих и уже действующих актеров от вас лично. И немножечко еще раскрыть вот тайну своего успеха. Все-таки это действительно... Действительно непростой такой момент, что вот понятно, что и очень удачливые проекты, и действительно невероятные таланты, трудоспособность. Внутри, что в себе вы знаете, что есть у вас такого, что создает и дает вот эту вот атмосферу, эту энергетику и дало вам этот успех. Я думаю, ну, простите, про успех громко сказано, но тем не менее. Быть самим собой. Я считаю, что это в первую очередь. Возможность, вернее, невозможность, но вот как бы отдать зрителю, не знаю, проекту то, что у тебя есть, вот твои силы. Силы, возможности, талант, обаяние, харизму. Вот если тебе есть чем поделиться, если ты можешь этим поделиться, то будет замечательно. А по поводу совета, ну, знаете, я их как бы и не люблю особо давать, но мне кажется, во-первых, не нужно стесняться, там, зажиматься, стесняться, то есть вот раскрепощение. То есть вот от балды действовать. Пришел, там тебе сказали, покажи кастрюлю или там, я не знаю, дерево, как Дастину Хоффману, укроп, петрушку. Показывай. Вот показывай, как ты можешь это показать. Обязательно больше читать. Ну, понятно, что в институте у тебя будут педагоги, которые тоже дадут тебе и направят, и разовьют твой вкус, но чем больше ты будешь читать вот именно в этом возрасте, тем лучше, потому что это все остается и запоминается. Ну, и успеха желаю, удачи, успеха, удачи. Вот именно в момент поступления, чтобы, не знаю, там звезды сходились, чтобы кто-то обратил внимание, какая-то случайность, не случайность помогала. Потому что те, кто поступит в театральный институт, они через какое-то время, они поймут, что это самое лучшее время учиться в театральном вузе, ты будешь помнить его всю жизнь. Потрясающе. Анна, спасибо вам большое за эфир. Я надеюсь, что мы сможем выйти в эфир снова. Напоминаю, друзья, этот эфир будет переведен на английский язык, выложен у нас на YouTube-канале. И присылайте свои вопросы. На английский язык я об этом даже не мечтала. Софи, спасибо вам тоже огромное. Вот честно, было очень приятно, приятно беседовать. Спасибо за вопросы. Вот, спасибо. Анечка, до свидания. И до новой встречи. Будет обязательно повторный эфир уже с вопросами от наших телезрителей. Удачи, успехов. Пока. Продолжение следует...